кто меня слышит да пишите в чате плюсик или слышно ли хорошо ли слышно поставьте пожалуйста плюсик отлично рада всех приветствовать давайте пока я начнем с нашей адженды на сегодня у нас примерно час времени с вами уважаемые абитуриенты и таким образом мы с вами поступим я немножко расскажу про про программу и отвечу на ваши вопросы в том числе по поступлению и обучению и дальше в 19.45 к нам присоединяться у нас будет панельная дискуссия со студентами и выпускниками которых я пригласила и я думаю что все ребята будут в эфир и мы с вами немножко такой интерактивным режиме поработаем я буду задавать вопросы ребятам вы будете им задавать вопросы и соответственно вот я думаю что будет интересно вам узнать как ребята поступали учились как они сейчас совмещают работу с учебой и как планирует свою траекторию может какие-то советы вам дадут если все окей поставьте пожалуйста единичку если какие-то вопросы есть напишите в чат пожалуйста да вижу что все в порядке вопросов пока нет я пережил перехожу в режим демонстрации экрана и и соответственно начнем нашу презентацию я надеюсь что вам видно видно презентация я проверю если презентация была видна поставьте единичку потому что у меня нет связи с вами другой да и плюсик да если она была видна сейчас вернусь еще раз реже презентация поставьте пожалуйста плюс если открывалась презентация окей да вижу спасибо коллеги так итак мы говорим сегодня в образовательной программе маркетинг цифровой технологии маркетинговой коммуникации вы видите на слайде руководство программы меня зовут татьяна владимировна ветрова если вы очень знакомы я академический руководитель программы маркетинг цифровой технологии маркетинговой коммуникации я работаю 2009 года в высшей школе экономики очень люблю вышку и нашу образовательную программу я считаю что мы сделаем лучший образовательный продукт вот именно в области маркетингового образования и мы стали совершенствуем все очень стараемся делать так чтобы это было круто и мне помогают мои коллеги и руководители траекторий дорогой или константина который руководит траектории маркетинговой коммуникации брендинг и маня александр владимирович который руководит траектории маркетинговой стратегии управления продуктом ну вот здесь есть qr-код на одну запрещенную сеть которую я до сих пор веду и стараюсь отражать какие-то важные для нашей образовательной программы вещи информировать и в том числе и таким образом абитуриентов поэтому если вам это интересно можете подписаться а я хочу сказать несколько слов об академическом совете это важно потому что у нас есть коллегиальный орган управления программой это те люди которые помогают делать тот самый лучший образовательный продукт и создавать а те решения которые позволяют нашим студентам и выпускникам быть успешными на рынке труда потому что именно такой тесной связи с бизнесом возможно возможно такая вот такой хороший результат потому что мы должны понимать кто наши заказчики а это наши как раз представители академы совета это крупнейшие работодатели россии и собственно как бы они формируют текущую повестку соответственно что что сейчас актуально вот как нужно корректировать программу каком направлении актуализировать данные вот курсы дисциплины и так далее семинара на председатель академии совета это белозерцева ирина мунировна члены комитета российской ассоциации по связи с общественностью генеральный директор агенства бибрайт коммуникаций входит в группу окам раньше дэнцу известная всем крупнейшая сеть и сидоров евгений вячеславович заместитель председателя академического совета руководитель блока маркетинга и коммуникации банка открытий соответственно кроме двух представленных коллег и достаточно большое количество членов один совета это включая всех выше названных у нас 15 человек включая меняет по специализации мы в регулярном режиме встречаемся соответственно обсуждаем самые такие актуальные вопросы утверждаем каждый раз программ учебной дисциплины планы рассматриваем самые такие насущные болевшие вопросы какие-то средние происходящие события и собственно стараемся актуализировать незамедлительно быстро оперативно соответственно нашу программу но я не буду про всех рассказывать но вы видите что это вот как раз директор по маркетингу рекламе коммуникации крупнейших российских компаний вот и мы очень гордимся что нам удается вообще вот как бы сотрудничать с такими уважаемыми коллегами и вместе да делать образовательный продукт траектории развития карьеры вы здесь видите на слайде и информацию по поступлению текущему значит у нас сейчас стоимость обучения на коммерческой основе 480 тысяч рублей а есть 40 бюджетных мест при этом часть из которых заняты олимпиадниками уже но на остальные места можете претендовать и призываю вас это делать 60 мест по договору 60 плюс мест и 15 мест для иностранных абитуриентов значит у нас конкурс портфолио как и в прошлом году и экзамен по английскому языку или языковой сертификат позже об этом поговорим экзамен по английскому языку будет формате зачетный зачет скорее всего будет приниматься в онлайн режиме конкурс портфолио и документы вы можете погрузить тоже онлайн что очень удобно не нужно приезжать не нужно давать экзамен это все можно сделать в онлайн формате траектории развития карьеры и вот наши специализации сейчас мы их называем траекториями это марксинговая стратегия управления продуктом и марксинговая коммуникация брендинг у вас будет такая развилка вы должны будет через полгода выбрать вашу траекторию дальнейшего обучения и она будет значимо отличаться поэтому первые полгода изучаются базовые дисциплины основные дисциплины нашей программы а дальше собственно обучение происходит под по траекториям и конечно немножко разные профили специалистов которые на выходе получаются ну вот вы видите зелененьким отмечены так что это продакт-менеджеры специалисты по массовому планированию и планированию аналитики консультанты и соответственно дальше это чаще всего директора по маркетингу руководителя отдела аналитики ведь президента по развитию бизнеса консультанты и во второй специализации это все таки больше профиль у нас маркетинговой коммуникации и пиар реклама брендинг и соответственно бренд-менеджеры пиар-менеджеры медиапланеры специалисты по анализу данных в маркетинговых коммуникациях и соответственно вот кто наши выпускники успешные это директора рекламных агентств пиар-директора бренд-директора руководителя отдела коммуникаций справа несколько наших партнеров представлен с которыми мы работаем продолжаем работать и собственно вот мы гордимся очень тем что наша отличительная особенность это такой проектный принцип обучения когда рамка каждого курса но вот буквально каждого есть и приглашенные компании которые собственно и формируют задание на этот курс после небольшой теории у вас есть возможность поработать с лидерами бизнеса и выполнять как бы проекты по их задачам это не придуманные задачи это не книжные кейсы это абсолютно реальная задача бизнеса каждый год это меняется и собственно редко очень бывает что какие-то у нас повторы бывают бывает что по повторы повторно мы работаем с компаниями конечно и очень дорожим таким сотрудничеством но кейсы чаще всего меняются из года в год от раза к разу из курса в курс это разные соответственно задачи разные кейсы разные бренды одних и тех же компаний хотела бы несколько вот слов сказать про то как организовано будет обучение на первом втором курсе актуализация происходит каждый год у нас вот на самом деле вот изменения произошли в этом году с прошлого года мы работаем по новому образовательному стандарту в рамках которого у нас во первых групповые курсовые работы вернее групповые курсовые работы это вот новость для нас и в этом году у нас первооткрыватели наши первокурсники которые будут скоро защищаться кстати приглашаю вас 29 30 числа у нас будут публичные защиты вы можете прийти в наш кампус на шаголовку поддержать ребят посмотреть как это происходит или онлайн подключиться к трансляции поэтому вот такая есть возможность замечательная чтобы ну как это выглядит в реальном в реальном времени в реальном режиме еще какие отличия от прошлых лет у нас есть семинар наставника это такой сквозной семинар который пропидаются два года веду его я и руководители траекторий и мы вас как бы направляем сопровождаем на вашем пути помогаем выбрать и ваши образовательные траектории карьерные траектории ну и собственно говоря самый первый выбор и развилка это вот ваш специализация который вам предстоит выбрать и дальше собственно есть карьерные модули есть модули связанные с сопровождением подготовкой курсовых работ выпускных курсовых работ и собственно говоря вы можете с любым с любым вопросом обращаться к вашим наставникам и для этого мы и проводим такой семинар чтобы у вас была такая возможность в принципе она есть и вне рамок этого семинара конечно вы можете писать обращаться и так далее но есть такая дисциплина которая тоже является для нас новой базовой дисциплины которые проходят на первом курсе это маркс У всех студентов нашей программы. А да, дальше как раз вот есть уже развилка на первом курсе, через полгода уже есть разделение по траекториям, стратегический маркетинг, управление кондукта, маркетинга, коммуникация, брендинг. И вот вы видите уже разные дисциплины. Во-первых, на первом году это управление каналами, сбытые категории менеджмент для страт-маркетинга и применение современной технологии в маркетинге. Для маркетинга и коммуникации брендинг это интегрированные бренд-коммуникации и модели поведения в потребительской медийной среде. Также отличаются низы. Также, видите, отличия есть и на втором году, тоже траектории сохраняются. Есть общий низ, который называется Data Science, технология анализа данных в маркетинге, где вы сначала осваиваете Python и, соответственно, дальше анализируете уже данные своих прикладных исследований. В рамках ВКР в, соответственно, в Python. Кроме этого, есть курсы по выбору. Есть два пула. Один англоязычный, извините, да, англоязычный пул, который мы назвали условно предпринимательство. Это стартап-лаборатория на английском языке и управление потребительским опытом, тоже на английском языке. И есть пул, который посвящен формированию мягких навыков. Это лидерство, дизайн-мышление, формирование личного бренда, презентация, стори-теллинг. То есть в каждом случае вы должны будете выбрать одну из предлагаемого пула дисциплин. В случае с английским языком – одну из двух. В случае с русскоязычной корзиной – это одна дисциплина из четырех. И поэтому, как вы понимаете, у вас такое модульное, получается, обучение. У вас несколько есть возможностей для выбора. Во-первых, в траектории. Во-вторых, курсы по выбору. Еще у нас есть такая сущность, как Моголеда. Если вы не из вышки, это вам не знакомо, сейчас немножко поясню. Это те дисциплины, которые предоставляют другие факультеты, другие программы. То есть вы можете взять, например, какой-нибудь курс по аналитике продвинутой, или по истории искусства, или по психологии, или все, что считаете нужным. И, соответственно, такой выбор у вас будет на первом и втором году обучения. Всего девять кредитов образовательных. Вам нужно будет взять примерно три курса Моголега за два года обучения. Конечно, мы очень много уделяем внимания защите, подготовке и защите курсовых работ и выпускных курсовых работ. Курсовая работа у нас, как я уже говорила, в групповом формате реализуется и посвящена тематике устойчивого развития, или ESG-тематики. И это сделано намеренно, потому что мы считаем, что сейчас это очень актуальная тематика, и без этого современному маркетологу никуда сейчас в наше время. И вы погружаетесь в этот контекст вместе с нашим стратегическим инфраструктурным партнером E-Plus Change. Раньше это EFI Russia, известный, собственно, такой, я его называю, Марцинговый Оскар. Сейчас, к сожалению, EFI не представлена в России, но вся команда, соответственно, осталась, и преемственность у нас осталась. И E-Plus Change – это команда, которая как раз перешла из EFI. И, соответственно, мы с E-Plus Change привлекаем партнеров. Каждый раз это разные бренды, по заказу которых вы делаете курсовой консалтинговый проект. Всегда это социальная или экологическая, или, скажем так, тематика, связанная с корпоративной ответственностью, она тоже может быть, и мы, соответственно, закрываем все три буквы, да, и ecological, C – это social, G – это government. Соответственно, вот все, что касается HG-темы, так или иначе в проектах присутствуют. И студенты по окончании первого года обучения защищают эти проекты. Выпускные курсовые, квалификационные работы реализуются в индивидуальном формате, и, соответственно, вы выбираете научного руководителя на втором году обучения и пишете в течение года выпускную работу. Давайте пойдем дальше. Преимущества обучения. Ну, здесь несколько отмеченных преимуществ. Ну, мы гордимся нашими студентами, я считаю, что это самое главное, что у нас есть. И очень здорово, что у нас есть возможность выбирать лучших из лучших. Программа достаточно популярная, и в прошлом году было 9 человек на место, до этого конкурса было иногда и 12 человек на место. Вот, и поэтому есть из кого выбрать. Это лучший из лучших, сильнейший из сильнейших, из лучших вузов страны, из, в общем-то, очень с разных программ, потому что образовательные программы представлены, ну, ребята очень много с непропильным бакалавриатом, и не нужно бояться, что у вас не манжериальный бэкграунд. Мне кажется, наоборот, это очень здорово, что образуется такая синергия, когда ребята и учатся в одной аудитории, соответственно, и историки, и психологи, и менеджеры, и специалисты по связи с общественностью, и инженеры, и даже медики бывает, да, и физики, и лирики. Ну, то есть, собственно, очень разные люди, которые приходят на программу для того, чтобы стать маркетологами. И мне кажется, вот именно на стыке таких вот совсем неочевидных, да, образовательных таких модулей образуются очень крутые классные специалисты. И мне кажется, в такой среде очень здорово, очень интересно учиться, потому что вы очень сильно обогащаетесь друг друга. Вы участвуете в одних и тех же проектах, работаете над одними и теми же задачами, имея совершенно разный бэкграунд, разное, как бы, понимание этих проектов, праздную картинку мира. И это очень здорово, соответственно, вот, как бы, тоже попитывает образовательную среду, в которой мы работаем, и помогает вам, собственно, такой вот получить уникальный образовательный опыт. Но кроме этого, мы уже говорили, что есть возможность выстроить свою уникальную траекторию обучения. Мы участвуем в рейтингах, и до сих пор QS, вот, мы в этом году тоже участвуем в рейтинге и входим в топ 50 лучших маркетинговых программ в мире. Интерактивные форматы обучения и нетворкинг, тоже важная составляющая. Мы не классический университет, и здесь у нас, как бы, очень много интерактивных форматов, бизнес-кейсы, игры, перевернутые классы, консалтинговые проекты разного формата. И ребятам с классическим таким образованием, бэкграундом, наверное, будет непривычно сначала, но я уверена, что это будет полезно и интересно. Стажевки у нас остаются, программы мобильности сохраняются, у нас нет военных дипломов по понятным для вас причинам, но у нас есть возможность поехать в партнерский вуз на, соответственно, один модуль обучения на полгода, и, соответственно, получить еще такой вот образовательный опыт в другой стране. Мы стараемся это делать таким образом, чтобы та программа, которая для вас запланирована, вы ее смогли реализовывать с помощью наших партнеров, ищем похожие курсы или то, что может заменить наши курсы так или иначе. И поэтому считаем, что это только обогащает ваше обучение и помогает вам стать востребованным специалистом. Давайте перейдем к самым важным, критериям портфолио. У нас, вы видите, на слайде критерии, которые в этом году действуют. За диплом вы можете набрать максимально 10 баллов. Они чаще всего раскладываются на две части. 5 – это профильность образования. И коэффициент профильности вы получите табличку с таким коэффициентом, чтобы вы понимали, почему это у вас, например, 3 балла, а не 5 по этому критерию. И есть, соответственно, за ваш диплом. Красный диплом дает максимально 5 баллов из возможных 5 в этой части. Соответственно, диплом без троек – 4 балла, и по диплом с троеками – дальше 3-2 балла, в зависимости от того, сколько у вас удовлетворительных оценок. Документы, подтверждающие дальние достижения, тоже важны. Сюда включается достаточно много составляющих. Это участие в разных мероприятиях, в конференциях, например. Это сертификаты, дипломы за дополнительное образование в области маркетинга, рекламы, продаж, пиар, соответственно, управление проектами. Все так или иначе, что связано с менеджериальным профилем. Сюда же, здесь же учитываются именно стипендии, сертификат GMAT, если вдруг у вас есть публикация. Я уже говорила про участие в конференциях, участие в кейс-чемпионатах. И другие индивидуальные достижения, которые вы можете посмотреть в специальном файле. Я думаю, что попрошу помощников сбросить. Нам помогают сегодня две очаровательных девушки. Я попрошу Наталью и Кристину, если вы меня слышите, сбросить документ с критерием портфолио. Возможно, кто-то из ребят еще с нами не знаком. Документы, подтверждающие наличие опыта в специфике программы, мы тоже, соответственно, учитываем. Опыт от полугода является достаточным. Можно набрать максимальное количество баллов за это. Здесь, на самом деле, важно, чтобы был правильно оформлен опыт. Это или выписка из трудовой книжки, или договора, или справка на официальном бланке с вашего места работы, или же рекомендательные письма, если нет первого, второго и третьего. Соответственно, рекомендательные письма, где прописывается ваш функционал, ваш, соответственно, период работы и дана рекомендация. Это тоже может быть учтено, но на усмотрение членов комиссии. Лучше всего, если это будет классический трудовой договор, или трудовая книжка, с этим всегда очевидно и понятно, как работать. Но в случае, если нет, я уже сказала, что возможно предоставить и справку или рекомендательные письма, написанные специально по запросу, под специфику программы, и с указанием профильного стажа. Мотивационное письмо в видеоформате у нас. Очень важно, чтобы это было наполненное письмо и обозначена ваша мотивация, соответственно, чтобы вы рассказали о том, какой у вас бэкграунд. Не бойтесь повторяться. Расскажите, почему вы решили поступать на эту программу. Соответственно, ваш образ будущего желательно, как вы себя видите, через какое-то время, например, через 3-5 лет, соответственно, какую должность хотели бы занимать, соответственно, в какой компании работали, в каком направлении, в какой индустрии. Ну, или можете рассказать про себя, как человека, про свои увлечения, про свои хобби. Это тоже всегда достаточно интересно звучит. Поэтому старайтесь не превышать 3-5 минут, потому что больше, тяжеловато смотреть, с учетом количества наших заявок. Ну, 3 минуты, я считаю, что это хороший формат мотивационного письма. Эссе у нас, тема использования новых технологий для повышения результативности маркетинга и маркетингового коммуникации, дает 20 баллов. И для вас хороший ориентир – это научная статья. Все требования к научной статье здесь желательно соблюдать, чтобы это было написано именно таким образом, чтобы от общего к частному было изложение, чтобы тезис, раскрытие тезиса на каких-то примерах было, чтобы точно соблюдалась тематика, чтобы вы рассмотрели, например, какой-то аспект или какую-то технологию, можно рассмотреть отдельно, одну или две, но по каждой вы немножко что-то рассказали хотя бы, сделали вывод обязательно, соответственно, ваше какое-то авторское выключение тоже очень приветствуется. Список литературы нужен, ссылки на источники обязательно нужны. Визуализация в виде таблиц, соответственно, графиков, рисунков тоже приветствуются. И 35 баллов есть вкусное собеседование. Это самое такое емкое, да, емкое часть нашего портфолио. Как к нему подготовиться? Ну, во-первых, постарайтесь не нервничать. Будут точно вопросы по эссе, соответственно, ну, если вы сами писали, вы знаете, о чем у вас эссе, вы точно сможете ответить на эти вопросы. Будут вопросы, кратко можно рассказать еще раз про себя, про свой бэкграунд и про вашу мотивацию, потому что те люди, которые смотрят мотивационное письмо и которые проводят собеседование, чаще всего это разные люди, поэтому не бойтесь повторяться здесь. Ну, и, собственно, хорошо бы знать какую-то маркетинговую терминологию и основу маркетинга, если, тем более, если у вас не профильный бухгалтериат, советую почитать или изучить профильный курс, профильный курс пройти, маркетинг или маркетинг-менеджмент на платформе открытого образования. Если у вас совершенно не профильный бухгалтериат, лучше начать с курса маркетинг. Возможно, кто-то из вас уже проходил или прочитает какую-то книжку, Котлера, например, и, ну, какое-то свежее издание. Ну, и, на самом деле, ознакомиться с маркетинговой терминологией, потому что будут вопросы по терминологии, а в рамках устного собеседования не нужно этого бояться. Поэтому вот три части, которые чаще всего фигурируют в нашем устном собеседовании. Ну, вот, социальные сети. Я вот оставлю на секундочку, соответственно, этот слайд. Пожалуйста, подписывайтесь. Самая актуальная информация в социальных сетях. Телеграм очень активно ведут наши студенты, за что я им очень благодарна. Соответственно, на YouTube мы выкладываем свежую информацию. В ВК тоже посмотрите новости. Размещаются про программу, про поступления. Соответственно, какие-то вот отзывы наших студентов, выпускников, иностранных студентов и так далее, наших преподавателей. Поэтому, мне кажется, очень важно, как бы, держать руку на пульсе. Соответственно, давайте вот отвечу на ваши вопросы, а потом мы перейдем к панельной дискуссии. Я приглашу ребят. Так, я сейчас остановлю демонстрацию. И, надеюсь, вам было хорошо слышно, видно и понятно. Я готова к вашим вопросам. Вы можете писать ваши вопросы в чате. Я так понимаю, что уже начали писать. Анна Булова спрашивает. Вы можете, пожалуйста, повторить, какой курс стоит пройти для подготовки, какая есть литература? Вы можете, если вы успеете, я просто не знаю, с какой периодичностью бывает, на платформе открытого образования, это Open Education платформа называется, который создали семь ключевых университетов России. Там есть много разных курсов, они в бесплатном режиме, их можно пройти. По-моему, сертификат только оплачивается, но я его точно не знаю. Мы рекомендуем курс, который создавали наши преподаватели, он называется маркетинг. Если у вас непрофильный бакалавриат, и вы не работали в маркетинге, начинайте с этого курса. Если вы уже достаточно такой человек, который работает в маркетинге, допустим, и что-то представление не имеет, можно пройти курс, который называется маркетинг-менеджмент. Чем еще это хорошо? Кроме того, что это адаптационный такой курс, например, маркетинг, это еще и возможность зарабатывать баллы в портфолио, потому что он с большим весом идет в раздел «Институтные достижения», который мы с вами обсуждали. И, соответственно, давайте дальше вопросы еще. Литературу. Ну, можете последние какие-то книги Котвера взять. На самом деле, достаточно большой объем литературы. Это классик, и мы так или иначе к нему адресуемся. Вот, и поэтому на ваше усмотрение маркетинг-менеджмент. И, ну, может быть, девушки здесь пришлют ссылки на литературу. Я вижу много вопросов, сейчас наступает, стараюсь отвечать быстро. Обучение больше вечер, чем дневное. У нас дневное обучение, но мы стараемся основные пары ставить вечером, потому что очень многие ребята работают. Ну, вот я думаю, сейчас ребята расскажут сами, как они это делают, как они совмещают работу с учебой. Мы стараемся идти навстречу, но бывает, что приоритет, например, у основных образовательных программ, к которым относится к кавриат. К кавриат учится в дневное время, а в аминистратуру мы стараемся все-таки ставить занятия на вечер, но приоритет у нас всегда у взрослых. Это программа ДПО, МБА, ДБА и так далее. У них приоритетные вечерние часы, потому что они все работают, и, соответственно, занятия реализуются только вечером. У нас сейчас появился еще второй кампус на Рижской, и поэтому в случае, если на Шабловске основной кампус нашей аудитории заняты, мы стараемся ставить аудиторию вечерние в кампусе на Рижской. Обучение, так я ответила, по какому принципу происходит распределение на траектории? Смотрите, получается, ну, во-первых, это ваше воле и заявление. Мы, с одной стороны, хотим услышать вас и ваши пожелания, и чтобы это был осознанный выбор. Раньше мы при поступлении на программу сразу делили на траектории. Сейчас это решили сделать, чтобы ребята уже познакомились с преподавателями каждой траектории, чтобы поняли, о чем курсы этих траекторий. Мы делаем презентации. И спустя полгода вы уже имеете представление, и, собственно, осознанно можете говорить о том, что вы хотите учиться на одной или другой траектории. Это первое. Ваше воле и заявление. Мы собираем заявки. Дальше мы вынуждены смотреть на рейтинг. В этом случае это рейтинг за первые полгода обучения. То есть, соответственно, в случае, если у нас неравное распределение, мы, соответственно, прибегаем к вот этому механизму рейтингования. И, соответственно, тех студентов, которые там худшие по рейтингу, ну, вот, соответственно, перераспределяем. В этом году у нас очень ровно поделились ребята. Ровно, наполовину. Я не знаю, как это получилось. Я очень рада, что не было никаких переносов, переходов и, соответственно, вот таких насильственных передвижений. Вот. И, соответственно, у нас ровно две группы по одной траектории и ровно две группы по другой. Я надеюсь, что в этом году, в новом, образовательном году будет тоже все гладко. Немного подробнее про то, что нас будет ждать на собеседовании. Ну, я уже говорила, что собеседование проводит один опытный преподаватель, чаще всего кто-то из аспирантов или молодых педагогов наших. Это, соответственно, достаточно в дружелюбной манере это проходит. Первое, что вам нужно сделать, рассказать о себе. У вас будет 2-3 минуты, чтобы рассказать о вашем бэкграунде, что вы, да, как вы обучались, чем вы интересуетесь, какой у вас, собственно, не знаю, какие у вас академические интересы, да, как бы вы хотели дальше развиваться в маркетинге. Возможно, вы уже знаете какую-то свою траекторию и уже определились, выбрали или есть пожелания у вас. Возможно, вы работаете, да, какой у вас путь, соответственно, какие у вас карьерные амбиции. Тоже в этом разделе можно сказать. Дальше будут вопросы про СССР. И, соответственно, еще раз, да, нужно быть готовым ответить на эти вопросы. Если вы писали сами, я не думаю, что это будет сложно. И третий блок этот по, соответственно, по терминологии. Могут вам задать вопросы. Не знаю, что такое позиционирование, чем отличается B2G маркетинг, B2B, B2C, вот и так далее. Ну, то есть это совсем-таки простые вопросы, которые, мне кажется, не представляют большого труда. И, на самом деле, ну, это может какая-то дискуссия возникнуть, опираясь на то, что вы сказали. Поэтому не нужно бояться, не нужно переживать, нужно быть уверенным, нужно постараться быть энергичными, заряжать энергию своей и, соответственно, преподавателей. И, мне кажется, будет все прекрасно. Дальше вопрос. Если я предприниматель и имею свой IT-проект, оформленный на ИП, какими документами материалами лучше подтвердить свой опыт? Ну, это могут быть клиентские договоры. Ну, собственно, во-первых, документы по ИП можно предоставить и ваши договора с клиентами, то есть то, что вы работаете и, соответственно, ведете свою деятельность. Ну, соответственно, тематика должна быть маркетинговая или околомаркетинговая. То есть я уже говорила, менеджмент, реклама, пиар, управление проектами, HR и так далее. Это подходит. Будет ли учитываться хороший средний балл при поступлении или только наличие красного диплома? Я уже говорила, что красный балл дает 5 баллов, то есть максимум, а, соответственно, диплом без строек 4 балла. Ну, то есть разница не очень большая. Понимаете? В любом случае будет учитываться. При выборе направления обучения, как решается разделение? Если большое количество желающих, выбрать одно. Есть ли отбор конкурсов? Я уже сказала про процедуру, не буду повторяться. Вот, ребята, спасибо, Наталья, как раз разместила курс маркетингов на полуформах образования. Лучше для непрофильного баклариата брать именно базовый курс маркетингов. Как много и какого рода будут проекты? Можно ли приоткрыть завесу и рассказать, что планируется в этом году? Проекты очень разные. То есть начинается курс с двух таких магистральных больших проектов, вернее, дисциплин, которые называются маркетинговые стратегии и метрики. Его ведет руководитель одной траектории. Вы познакомитесь с Малином Александром Владимировичем. И курс по брендингу большой, который ведет руководитель другой траектории, Юлия Константиновна Пирогова. И там, и там будут проекты. Соответственно, в рамках маркетинговой стратегии вы будете строить стратегию, разрабатывается для российских компаний. Это разные компании. Вам будет возможность предоставлена для выбора. Вы будете работать во всех практических курсах в рамках нашего обучения в проектных командах и готовить групповые проекты. Это осознанный такой выбор. У нас проектный тип обучения. И я считаю, что наши студенты максимально прокачаны в этом направлении в рамках группового взаимодействия, аналитики, презентационные навыки, скиллы, мне кажется, очень хорошо развиты. И, соответственно, коммуникация с работодателями. Потому что это очень важный навык уметь работать и в разных командах и, собственно, с разными представителями бизнеса уметь взаимодействовать. Ну, собственно, я не могу сейчас перечислить все проекты, которые сейчас в работе. У нас для этого есть лето, чтобы актуализировать прошлые связи, и, собственно говоря, у нас достаточно большое количество заявок от бизнеса. У нас сразу есть комиссии, комитет, вот, соответственно, которые мы отбираем. Туда входят члены Академсовета. Мы коллегиально принимаем решения. У нас еще не было такого обсуждения. Поэтому я думаю, что в следующий раз, если у нас 18 июля, кстати, будет следующий вебинар, уже, наверное, будут у нас известны, с какими компаниями мы будем работать. Но еще раз повторюсь, что во всех дисциплинах нашей программы вот такая проектная деятельность предусмотрена. Вот девочки бросили как раз рекомендации по литературе. Спасибо большое. Можно ли в какой-то степени скомпенсировать отсутствие рабочего опыта участием в тематических проектах «Лыжки»? Ну, вы это можете скомпенсировать участием в проектной деятельности вот в вашем университете. Наверняка вы лучше участвовали в проектах разных каких-то и можете, соответственно, описать участие в таких проектах. Что вы делали, каким образом, вот, оформить какие-то рекомендательные письма от ваших преподавателей, например, или ваших работодателей. Мне кажется, это тоже хорошая история, хорошая компенсация. То есть все проходят стажировки, все проходят практику. Это тоже можно и нужно учитывать. В случае, если у вас нет опыта работы, обязательно это указывайте. Есть ли ориентировочная дата экзамена по английскому? В конце июля будут уже, я думаю, что к середине июля будут уже даты, а чаще всего экзамен проходит 3-4 августа. Я не знаю, как в этом году, не буду вас обманывать, но каждый раз это вот самое-самое начало августа. До 10-го числа мы уже размещаем, соответственно, все данные, обрабатываем всю информацию и есть уже информация о рекомендованных поступлениях с учетом проходного балла. Забеседование проходит в... Нет, не в очном формате, в онлайн. Ребят, мы в онлайн формате проводим всю приемную кампанию, потому что вас очень много, нас не так много. Пандемия нам подарила эту возможность делать это все в оперативном режиме в онлайне. И так больше наших преподавателей и практиков, и исследователей могут присоединиться, соответственно, к работе с вами. Поэтому в онлайн формате проходит. По экзамену по-английскому уточняйте, скорее всего, тоже будет онлайн. Ребят, все ли вопросы мы с вами затронули? Или еще какие-то вопросы, если есть? Давайте вот еще парочку. У нас есть несколько минут. Можно зачесть в качестве экзамена по-английскому сертификата Айлс? Да, можно. Какой нужен балл? Девушки, если можно, на сайте, пожалуйста, найдите информацию. Вот в разделе «Траектория поступления», я к Наталье и Крисне обращаюсь, там, соответственно, есть табличка, по-моему, с баллами. Если нет, то на сайте приемной кампании приемной комиссии точно такая табличка есть. Есть возможность разместить, пожалуйста, сюда, потому что у меня под рукой нет. Если скидки на обучение, да, есть, тоже в разделе, соответственно, приемная кампания, там есть все оперативные скидки, но, во-первых, есть скидки для вышкинцев. 25% автоматически получают студенты вышки для обучения. Дальше те, кто не набрал от 1 до 5 баллов, так было несколько лет подряд, сейчас я надеюсь, что тоже это останется, тоже есть скидки 25% для тех, кто не добрал баллы до бюджета, от 1 до 5 баллов. А другие, если скидки, можно посмотреть на сайте приемной кампании. Опыт работы продакт-менеджером будет учтен как профильный, да, конечно. И какие документы, по-моему, выписки средовой надо предоставить? Никакой, лучше электронную трудовую книжку, чтобы мы не разбирались в почерке вашем, она есть на госуслугах. Вы можете ее скачать и предоставить, этого будет достаточно. Если ваш опыт от полугода, то это все, что нужно. Можно ли зачесть качество экзамена по английскому, сертификат? Нет, нельзя. В УЗИ, то есть мы не учитываем, и в Вышке у нас есть профильный экзамен, в других водах, я знаю, есть. Не зачитываются эти экзамены, и нужно сдавать английский. Элементарнейший, простой самый тест, поэтому сейчас вы можете уточнить у наших, соответственно, студентов-выпускников. Это было достаточно просто пройти, я уверена, очень простой, мне кажется, там В1, даже не В2. Сертификат лингвотеста может быть защитен? Нет, не может. Нет, к сожалению, Дмитрий. Все пары проходят очно или иногда дистанционно. У нас очное обучение, и пары сейчас все проходят в очном формате, кроме случаев, когда у нас межкампусные дисциплины. Межкампусные дисциплины, когда студент к другим кампусам подключается к нам, и у нас общая дисциплина на несколько кампусов, и поэтому вы можете подключаться тоже онлайн. Это такое вот исключение. Все остальное обучение очное. Так, еще рекомендации по литературе. Какое внимание в процессе обучения уделяется ИСЖ? Я уже сказала, что достаточно большое внимание. У нас есть профильная дисциплина, и есть проектный семинар, и есть курсовой проект, который посвящен ИСЖ-повестке. У нас приходит достаточно много брендов, сотрудничают с нами. У нас есть, собственно, установочные сессии, у нас есть такое вот встроенное обучение в рамках проектного семинара, поэтому так или иначе вы погрузите свою ИСЖ-повестку, тем более если вы пишете курсовую работу, вы не можете это не сделать, потому что вы работаете с литературой, вы знакомитесь с источниками, вы отрабатываете тот кейс, который вам дала компания. Собственно, я считаю, что это максимальное погружение, которое мы можем обеспечить в рамках доуготической образовательной программы. Какого числа желательно подать все документы? Ну, здесь такого нет. Я рекомендую подавать их в первой волне, так называемой. С 19 июня стартует приемная компания. Ну, желательно до 10-12 июля подать ваши документы, если вы хотите быть в первой волне собеседований. Но почему это важно? Потому что это еще не будет большой успешки, поэтому мы сможем с вами достаточно так обстоятельно пообщаться, сможем ответить на все ваши вопросы. Буду я в комиссии, Александр Владимирович Манин. Но чем ближе к окончанию, тем больше будет у нас комиссии, тем больше будет привлеченных коллег. И я думаю, что мы вряд ли с вами встретимся в конце, в самом конце, потому что будет огромное количество заявок подаваться в последние 2-3 дня. И я думаю, что там будет немножко вот такая вот стихийная уже история. Кому попадется, никто не знает. А здесь у нас есть какая-то возможность с вами пообщаться. Потому что первое собеседование, насколько я помню, он 19-20 июля. Рекомендую в них попадать, если у вас есть возможность собрать документы до этого времени. Екатерина спрашивает. Получается, сейчас я еще не могу зарегистрироваться как абитуриент, если у меня нет диплома. Вручение 5 июля. Вы уточните приемные кампании, приемные комиссии, по-моему, можете. Дальше вы доносите диплом. Ну и 19 числа вы можете уже начинать регистрироваться в личном кабинете абитуриента. Потому что не только у вас вы даете диплом позже, но и на многих программах, во многих университетах. Михаил спрашивает. Получается, тема эссе уже известна, та, что была на слайде. И можно начинать писать? Конечно, даже нужно начинать писать, Михаил. Да, тема известна. Я прошу здесь продублировать еще раз, или это было уже, соответственно, файл с критерием портфолио. Наталья, если можно, сделайте еще раз ссылочку, чтобы у Михаила и других абитуриентов было перед глазами. Потому что здесь требования есть к написанию эссе. Соответственно, рекомендации, они здесь даны. Сколько источников литературы в эссе оптимально? Ну, я думаю, до 10. Ну, 6, 7, 8, 9, 10. 7, 10 достаточно будет. Но если у вас будет больше источников, то тоже ничего страшного. Желательно соблюдать баланс, чтобы у вас были русскоязычные и лугоязычные источники. Это требования к кассивным научным статьям, не только к вашему эссе. И они здесь тоже, вот как бы, жаден их соблюдать. Да, информацию о портфолио Наталья сбросила. Спасибо огромное. Ребят, если мы все, давайте тогда... Вот еще Екатерина спрашивает. Получается, сначала собеседование, подача документов, а потом экзамен по английскому. Да, верно. Сначала подача документов, я бы сказала, потом уже собеседование по результатам подачи документов. Потому что если у вас полного портфеля нет, то вы не проходите собеседование. А дальше, собственно, экзамен по английскому. Именно такая последовательность. Спасибо. Я тогда приглашаю присоединиться к нашим замечательным участникам и выйти в эфир. Если вы меня слышите, у нас Юлия, Маргарита и Полина. Правильно я понимаю? Да, здрасте. Маргарита с нами. Отлично. Коллеги, добрый день. Меня слышно? Да, Юлия, вас слышно, пока не видно. Полина тоже. Да, заходи. Да, у нас еще должен быть четвертый участник, но, к сожалению, написал, что не сможет быть наш замечательный выпускник. Ну, я думаю, что мы сегодня в таком женском кругу замечательно пообщаемся. И очень рада вас приветствовать, девушки. Давайте я кратко представлю. Юлия Маргаритова, студентка первого курса, специализация маркетинга, коммуникации и брендинг. Юлия Исаева, студентка и уже почти без пяти минут выпускница второго курса. И очень гордимся, что у нас Юлия идет на красный диплом. И с нами Полина Зозукова. Тоже всегда рада видеть наших выпускников замечательных. Полина, в прошлом же году вы закончили, правильно? Я помню. В прошлом году. Да, в прошлом году. В прошлом году закончила Полина нашу программу. И сейчас успешно трудится. Я думаю, что об этом как раз и поговорим. Давайте, может быть, такую нашу импровизированную панельную дискуссию начнем с вопроса про поступление. Как вы поступали? Я просто знаю, что кто-то поступал по Олимпиаде, кто-то поступал по общему конкурсу. Расскажите, пожалуйста. Ну, в любой очередности, как вам удобно. Ну, давай, давайте Полине слово предоставим. Я поступала по общему конкурсу. Собирала, как и все, портфолио. Да, по Олимпиаде не поступала. Ну, насколько было сложно это для вас, выбрать портфолио? Было скорее нервно, потому что не всегда было понятно, то ли я делаю. Потому что поступать на программу я решила буквально вот в последний, мне кажется, месяц. До этого я готовилась к поступлению на другую программу. Но потом сходила на день открытых дверей. Татьяна Владимировна завоевала мое сердце. И поэтому я в спешке решила собирать документы именно для поступления на маркетинг цифровой технологии. Интересно, да. Спасибо, что поделились. Юлия, как у вас? Да, хоть это было и два года назад, но мне кажется, я помню, как сейчас. Скажите, коллеги, а мне видно видео? Да, видео видно и слышно вас тоже отлично. Всё, хорошо. В общем, я, в отличие от моей коллеги, которая только что сказала, что достаточно поздно начала собирать, я подошла к выбору программы очень осознанно, сильно-сильно заранее, и начинала собирать документы чуть ли не с осени, не с зимы. Вот, поэтому я тот кейс, который я очень рано начала писать эссе, очень рано начала собирать документы, начала рано проходить курсы, которые мне бы помогли добрать хоть какие-то там каждый балл, буквально, если вы думаете, что один-два балла, они ничего не решают, там, лучше, лучше допройти, лучше перестраховаться и собрать эти, по крупицам эти баллы. Вот, поэтому я собирала портфолио, как бы, заранее. Вот, мне показалось, что, как бы, всё очень хорошо описано, то есть у меня особо вопросов не было относительно того, что именно нужно, потому что на сайте был документ, в котором всё было чётко расписано, в отличие от других программ, поскольку я рассматривала, как бы, разные вузы. Здесь достаточно понятно было, что конкретно нужно было, вот, соответственно, сам сбор, наверное, документов проблем не вызвал. Просто очень советую по максимуму лучше отправить, чем не отправить что-то. Да, спасибо, да, я тоже считаю, что лучше здесь переусердствовать иногда и, как же, какие-то документы неочевидные вложить, пусть они будут неучтены, но, возможно, они дадут какую-то баллу, да. И, на самом деле, подход Юлии, вот, Юля демонстрировала такой основательный подход в течение двух лет, была старостой, что-то, что благодарю, очень было приятно общаться оба года. Ну и, видите, у нас результат прекрасный. Уже можно поздравить с удачной защитой и с красным дипломом. Маргарита, слово вам. Да, я тоже готовилась заранее. Я с лета начала подготовку к поступлению, собирала портфолио, заранее взяла эссе, составляла, думала над мотивационным письмом. Также я собирала все мероприятия, где я могла получить баллы для олимпиады и участие в зимней бизнес-школе. И также у меня непрофильный бакалавриат, поэтому я проходила курс как раз на открытом образовании по маркетингу, который, на самом деле, очень много дали. Вот. И я рассматривала только эту программу, если честно. Вот была нацелена только на неё, потому что я действительно искренне считаю, что она улучшая по маркетингу среди магистратуры. Вот. Мне было... Не могу сказать, что мне было прям очень сложно, но мной двигала такая сильная мотивация, что у меня было очень сильное желание поступить, поэтому мне всё казалось, что достаточно легко и быстро проходит. Да, спасибо. Давайте немножко про ваш бакалавриат. Я правильно понимаю, что у всех непрофильных, кроме Юли, да? Я, если честно, не помню, засчитали ли мне его профильным, у меня была бизнес-информатика. Бизнес-информатика, ну, условно, так, близко. Да. Полина, напомните, у вас какой бакалавриат? Я училась на рекламе своих с общественностью, поэтому у меня проходил он как профильный. Ага, в каком УЗИ? В Ишке тоже. В Ишке. Потому что, ну, пригодилась вам ваш бэкграунд, вам точно пригодится на программе для своих некоторых курсов. Хочу ещё раз немножко, вот, как у вас, предвосхищая вопрос, бетруиентов, получать или совмещает работу с учёбой? Получалось ли у Полины и у девушек, соответственно, есть ли такая возможность? Я знаю ответ, но я хотела бы, чтобы вы ответили, ответили ребятам. Полина. Да, давайте я начну. Ну, получилась очень интересная история. Предложили мне работу в начале второго курса. Как раз у нас был проект по CRM, где в рамках курса нам предлагали разбирать кейсы от компаний. И мы трудились с коллегами группой над кейсом компании «Кошелёк». И по итогам успешной защиты нам, в принципе, предложили работу. Вот, я дружусь там до сих пор. На втором курсе, мне кажется, нам было попроще, потому что у нас ещё обучение было на удалёнке. И поэтому была возможность как-то более-менее спокойно, свободно, хоть и не без труда, совмещать учёбу и работу. А вот, я думаю, в этом плане нам было попроще. На втором курсе я работала. Да, ну я думаю, что... Юрий, расскажите про ваш опыт. Ну, я работаю, поскольку я работаю с третьего курса бакалавриата, у меня как бы не стояло, так скажем, шанса не работать в магистратуре. То есть, условно, я шла туда, понимая, что я в любом случае буду совмещать, чего бы мне это ни стоило. Я не могу сказать, что совмещать очень тяжело. То есть, это, правда, выполнимо, но вы должны честно понимать, что дневные пары есть, их будет, могу сказать честно, немало. Вот. И, соответственно, здесь уже зависит от того, насколько ваш работодатель готов относиться с пониманием. Я устраивалась на новое место работы в Москве сразу же с тем, что я сказала коллеге. Я учусь в магистратуре, для меня это важно. Я не хочу там учиться для галочки, поэтому я буду уходить на пары. Если вы хотите со мной сотрудничать таким образом, то давайте продолжать общение. Нет, нет. Вот, соответственно, абсолютно я сменила... Что он шел навстречу всегда. Да, да, я сменила двух работодателей. Оба работодателя, да, абсолютно, как бы, они понимали и брали меня на работу именно, да. С такими условиями то же самое про всех моих коллег, практически могу сказать. Маргарита, у вас как? Да, я тоже совмещаю с работой, совмещаю с первого курса. И, да, это тяжеловато, но всегда реализуемо. Как говорится, самое главное — расставлять приоритеты и точно знать, что надо делать сегодня. Плюс у меня работодатель, он очень заинтересован в том, чтобы я обучалась на этой программе. Поэтому он всегда идет мне навстречу, помогает. И плюс дает, возможно, с удаленной работой, когда это необходимо. А где вы работаете? Я работаю в Озон, как раз в отделе по развитию бренда. А почему работодатель заинтересован в вашем случае? Ну, потому что у меня руководитель, она очень уважает нашу программу магистратуры, она ее знает. И когда я рассказала о том, где я прохожу обучение, она очень обрадовалась, заинтересовалась и стала намного более... Даже не то, что более лояльна к моей учебе, она как бы даже меня подталкивает к тому, чтобы я больше времени тратила на учебу, а не на работу на данный момент. И такой момент еще приятный. Год, пока я работала, меня повысили. Пока я училась в магистратуре, получила повышение как раз по своему профилю. Приятно, что еще студенцы успевают не просто работать, но еще и карьеру делать в это время. Это классно. Скажите, девушки, что вам дало обучение? Это вот если бы сейчас отмотать самое начало, пошли бы вы по этому пути? Полина, давайте смысл. Да, конечно, пошла бы. Мне очень много дала магистратура, потому что, несмотря на то, что бакалаврят даже был, так сказать, профильным, все равно получилось накопить большое количество знаний и расширить границы даже той области, в которой я уже что-то понимала. И очень много новых предметов, очень прекрасные преподаватели. Огромный плюс — это нетворкинг, потому что мы со многими познакомились, и с преподавателями, и со студентами до сих пор общаемся, и дружим, поэтому это, мне кажется, один из самых больших плюсов вышки как университета. Да, спасибо огромное. Юль, можете рассказать. Да, поддержу коллег, повторюсь, это был осознанный выбор, поэтому, в принципе, мои, те ожидания, которые я строила, они оправдались. Вот, соответственно, если отвечать на вопрос, что мне дала магистратура, наверное, действительно, какую-то уверенность, вообще, ну, дала экспертность, дала уверенность в определенной области, потому что все-таки это более узкие, более специализированные знания, часть из них я применяю на работе, я работаю продуктовым аналитиком, и, соответственно, я очень часто общаюсь с продуктовыми, тонерами, и как раз-таки мое преимущество, в отличие от обычных аналитиков, которые полностью с техническим бэкграундом, я, то есть, могу говорить с ПО, ПМ-ами на одном языке, то есть на их бизнес-языке, да, и глубже могу понимать более бизнеса, и, в принципе, для этого я шла в магистратуру, чтобы свои технические навыки подкрепить с пониманием бизнеса. Этого я и добилась. Отлично, спасибо. Скажите, а вот еще вот про ваш опыт, такой вот, все-таки, мне кажется, это отдельная еще нагрузка, быть старостой. Что вам это дало, почему вы это решили взять на себя? Ну, я думаю, что это скорее так личностная, я и на бакалавряти была старостой, и, в принципе, я люблю как бы сама нести ответственность, в общем. И это был хороший опыт. Не могу сказать, что это было легко. Это было тяжело, работы было много. Вот, много чего приходилось решать, организовывать, вот. Но я рада, что этим занималась я, вот. И все было под моим контролем, и мне удалось много чего урегулировать, вот. И, правда, это тоже такой хороший, скажем, такой управленческий опыт, потому что у нас там поток 140-120 человек, и, правда, приходилось часто менеджерить какие-то процессы. Хотя, на самом деле, ну, кто бы мог подумать, что староста группы — это вот что-то такое серьезное, да, но на самом деле решали разные вопросы. Я правильно посвятить это, что это очень серьезное, на самом деле, большое подспорье. Я очень рада, что вы у нас есть, староста. Да, Маргарита, расскажите, что вам дает... Ну, еще не закончен ваш путь, понятно, что у вас еще год, но есть ли какие-то изменения? Да, если честно, я недавно буквально об этом думала, как я темнилась за этот год. Я сомневалась в рамках учебного года и поняла, что, конечно, я... Там, Маргарита, которая пришла в сентябре, и я сейчас, это два, на самом деле, достаточно разных человека, вот. Помимо знаний по маркетингу, которых достаточно много, и они все не только фундаментальные, но и актуальные, если что там, трендов, еще участие в кейсах, в проектах, которые, ну, в обычной жизни, ну, очень мало где можно найти, для того чтобы развивать свои компетенции, умение работать в команде, налаживать общение с разными людьми. И плюс дало очень крутое окружение, очень сильных, замотивированных ребят, и единомышленников, и даже друзей, с которыми я хочу дальше продолжать общаться, дружить и строить этот жизненный путь вместе. Да, у нас есть такое слово, друзья, друзья для жизни, по жизни, да, и мне кажется, это очень классно, конечно, потому что столько вместе прошли ребята, что, мне кажется, это дружба и такой метворкинг, который точно дальше будет с вами. Я вот хочу обратиться к нашим участникам, абитуриентам, если у вас вопрос есть к девушкам, пожалуйста, напишите в чате, а у меня здесь есть вопрос, что было самое сложное в рамках обучения, потому что прямо вспомнить, и вообще это было прям невыносимо. Есть ли такое? Полин, давайте с вами. Вообще, мне кажется, такого особо не было, но большинство трудностей вызвал курс по data science, который у нас был на втором курсе. Мне кажется, это было довольно непросто, учитывая, что не у всех есть бэкграунд, необходимый для успешного прохождения курса без дополнительного изучения и погружения самостоятельно, помимо лекций и семинаров. Да, Юлия, у вас? Я не смогу уже назвать точный период, какая сессия-то была, но был период, когда у нас сначала такое затишье, и ты думаешь, что всё хорошо, и ты всё успеешь, а потом у тебя 4 дедлайна по очень крупным проектам с компаниями. У нас в одно время было, по-моему, 3 крупных проекта, презентация каждая на 60-70 слайдов, и всё это в одно время, при этом они совершенно разные, тебе нужно держать фокус на каждом из проектов. И даже с учётом того, что у меня была очень хорошая команда, и вообще хочу подсветить, что достаточно много проектных работ у вас будет, и очень важно, правда, найти реально ребят, ну, с которыми вы будете единомышленниками, потому что у нас было много коллег, которые перебегали из одной команды в другую, то есть часто менялись, и, как правило, ну, так, на мой субъективный взгляд, наверное, не очень эффективно это было. Хотя, с другой стороны, иногда на каких-то курсах, которые полегче, полезно поработать с другими ребятами, чтобы понять, как оно, вот. Но потом всегда очень приятно возвращаться в свою команду, где у тебя всё слажено, у каждого своя роль, у вас чётко вы знаете, как работать, вот. Но этот период был сложный, когда было одновременно много проектов. Да, спасибо. Я думаю, что мы одно время прям миксовали намеренно, и мне кажется, мы с первым курсом так тоже делали, в разных дисциплинах разные проектные команды. Но потом действительно лучше отдать на откуп студентам, потому что есть сложившиеся команды, очень сплочённые, очень помогающие и понимающие друг друга. И это, мне кажется, тоже ценно в таком тандеме работать. Маргарита, расскажите про ваши сложности. Сейчас сидела, думала, с какими сложностями я сталкивалась. Очень сложно, на самом деле, придумать, потому что, кажется, что из-за того, что очень такое воодушевление национальное, то кажется, что сложности не было на пути. Но если подумать, то иногда из-за того, что действительно это очень насыщенная учебная программа, то иногда ты устоишь физически. Особенно, когда у тебя есть дедлайны по нескольким проектам, и пары до девяти, потом у вас созвоны с командой или встречи с командой после пар, то несмотря на то, что это очень душевно воодушевляет, ты немножко устаешь физически. Но при этом не могу сказать, что это какая-то трудность. Это скорее, ну, это жизнь. На самом деле, я понимаю, что это прессинг такой серьезный и стресс. Как вы справляетесь? Ну, просто совет дайте. Потому что я будущим студентом, что делать? Спортом заниматься? Находить время для отдыха, на самом деле. Выходные, отвлекаться. И находить время для спорта, для себя, для того, чтобы не перегружать полностью свой организм. И мне помогает любовь к моему делу, потому что для меня как бы все остальные трудности, я их не считаю какой-то проблемой. Ну, то, что вы стали маркетологом, собственно, это ваш путь, я правильно понимаю? Для вас троих это справедливо, и вы не сомневаетесь, что это правильный был выбор. Не только программа, но и предназначение вашего. Правильно? Да. Ну, я ожидала такого ответа, но я просто на всех сайтах не верю. Дарья задает вам вопрос. Понимали ли вы участие в профильных олимпиадах? Был ли полезен данный опыт при поступлении? Вот Наталья у нас Смирнова с нами, не в эфире, но в сайтах, и как раз писала Наташа, что поступила в олимпиаде, и это действительно здорово, что такое получается. У вас был ли такой опыт, девушки? Я участвовала в олимпиаде высшая лига, если я правильно помню, все-таки это было уже давно, по треку маркетинг, вот, и я там заняла, насколько помню, третье место, и мне это дало доп. баллы, вот. Опыт был интересный, и правда, как сейчас помню, там была тема про social listening, которую, в принципе, потом мы уже разбирали на курсе Александра Владимировича Манина, который у вас будет как раз в комиссии по, ну, у тех, кто будет учиться на стратегическом направлении, вот. Мы разбирали эту тему, в принципе, это было даже полезно с этим познакомиться, потому что тогда для меня это был, ну, абсолютно темный лес, то есть я вообще впервые слышала это слово и просто рассуждала на тему того, что это такое. Да, я поняла. Ну, если вопросов больше нет, давайте, может быть, тогда какие-то пожелания скажем нашим битериентам и будем тогда завершать, потому что у нас, да, по регламенту уже время подходит. Что вы можете пожелать? Ну, вот здесь достаточно много у нас битериентов, которые хотят попасть на программу. Вот можете какие-то слова на путстве сказать? С учетом вашего опыта. Полина. Я бы сказала, при поступлении уделить внимание структурности тех документов и того, тех мыслей, которые вы хотите донести до членов комиссии. Я помню, Татьяна Владимировна на одном из вебинаров перед подачей документов говорила, что очень важно, чтобы члены комиссии точно поняли, что вы хотите этим сказать и почему вы считаете, что конкретно этот документ может дать вам какие-то дополнительные баллы при поступлении. И мне, на самом деле, два года назад это очень помогло, потому что даже если я что-то где-то не понимала, я всегда описывала ход своих мыслей, и где-то это дало мне дополнительные баллы, и я, в принципе, училась на бюджете, поэтому главное не бояться, идти за своей мечтой, быть структурными, быть четкими, понятными. Вот. Всем огромная удача, вдохновение. Желаем вам всем поступить. Да, спасибо. Вот эта вот рекомендация, я уже говорила в каком-то, я не помню, в каком формате мы встречались, это было из студии, вот, какие-то, какое-то мероприятие по поступлению. Я говорила про вот такую опись и документы, которые вы прилагаете, потому что не всегда понятно, что это значит, как Полина правильно ответила, потому что для вас это значит одно, а для человека, который читает, для этого может ничего не значить. Но если вы опишите, что это уникальный проектный опыт, что есть там рекомендательное письмо на эту тему, что есть какая-нибудь презентация, подтверждающая это, что вы это все загрузили в какой-нибудь Google-диск и описали это как опыт, наверняка человек, который вот это читает, или комиссия, там обычно два и три и более человек, соответственно, они могут это оценить, да, потому что вы потрудились, вы приложили усилия, вы подсветили эту тему и хорошо бы по каждому критерию сделать такую опись, потому что на самом деле это вот такая вот ваша авторская позиция, вы не просто выбираете бумажки и загружаете какой-нибудь портал, вот, а, собственно, вы работаете с этим, да, и доносите свое, до вашей целевой аудитории, в данном случае комиссия, соответственно, вот эту вот идею того, почему это здесь должно быть и что-то весить. Вот, мне кажется, это такая отдельная работа, спасибо, что об этом упомянули. Юлия. Да, я, наверное, постараюсь вспомнить какие-то максимально практические советы, вот, которые вам помогут. Если говорить об СССР, то я была из другого вуза, то есть я не училась в вышке, и, возможно, вы уже знаете, что вышки довольно жестко относятся к плагиату, вот, и то, что понимается под плагиатом в других вузах, и то, что понимается под плагиатом вышки, это разные вещи. Вот, поэтому я думала, что мое эссе, оно просто там великолепное, я его писала очень долго, и писала его действительно сама, но на собеседовании мне так сказали, что, как бы, я там кое-как прошла по границе плагиата, хотя, ну, действительно, я там кусками ничего не копировала, но, видимо, так показалось. Поэтому хочу... И я даже не подозревала, просто у меня даже задней мысли не было, что, как бы, я могу не пройти по антиплагиату. Поэтому лучше возьмите какую-нибудь программу, прогоните, проверьте, не копируйте ничего, просто панкл-сэкл-балкл-вэ, перефразируйте, вот. Это важно. В мотивационном письме максимально практический совет, если вы подаетесь на две программы, не копипастите, мотивационные письма. Их тоже проверяют на антиплагиат, потому что я тоже, когда подавала на маркетинг, потом что-то переволновалась, подумала, что не попаду, и в последний день поступила еще на бизнес-информатику. Прошла, правда, с первым местом туда. И на туда я просто скопипастила мотивационное письмо с маркетинга, просто заменишь там слова и абзацы, и мне потом на собеседовании руководитель программы бизнес-информатик говорит, Юлия, ну как бы я так и так не делаю. Если мы не узнаем, мы узнаем. Все хорошо, но мы знаем, что вы выступали на маркетинге. Да, 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 да. Поэтому, да, кого вы пытаетесь обмануть. Поэтому да, ребят, если вы две программы не копипастите, их тоже, видимо, проверяйте. Но мне, по крайней мере, не сработало. Вот. И по собеседованию, я, честно, сейчас не погружалась в вес. До сих пор же собеседование самый большой вес имеет поступление. Вот. И, значит, ничего не изменилось. И это, скорее всего, у вас гнетет. Скорее всего, вы будете очень переживать. Вот. И я советую не переживать. Это вам вообще не на руку. Это правда. Я знаю, что это, как бы, с одной стороны, пустые слова. Если я вам скажу не переживать, вы не перестанете. Но я не могла представить людей, которые будут собеседовать. Но у меня был Манин Александр Владимирович. Абсолютно позитивнейший человек. У нас с ним был прекрасный диалог. Никто не пытается завалить. Это была просто разговор, просто дискуссия. И, соответственно, я уверена, что и другие члены комиссии тоже абсолютно доброжелательны. Никого нет задачи вам задать кадричный вопрос, чтобы поставить двойку. Такого нет. Вот. И, опять же, чтобы вы понимали, то есть у меня не было маркетингового бэкграунда. То есть, условно, я не знала, там, как считается, CTR или там еще что-нибудь, маркетинговый бюджет. И максимум знала, что такое воронка. Вот. И это мне позволило пройти хорошо собеседование. Поэтому не волнуйтесь. Просто придите и произведите. Главное, хорошее впечатление, покажите свою мотивацию, умение рассуждать и думать. Спасибо за ценность. Поэтому тоже всем удачи. Спасибо огромное. А, Маргарита, вам слово. Да, во-первых, я полностью поддерживаю слова Юлии и Полины. Вот. Еще от себя я советую выделить вам, в первую очередь, для себя и для членов комиссии основные причины, почему вы хотите поступить именно на эту программу. Что вы от нее ждете, какими вы хотите выйти через два года после того, как вы ее пройдете. Прямо выпишите, структурируйте это в своей голове и потом преподнесите это через мотивационное письмо и на собеседование. Потому что я считаю, что это очень важно и для вас, и для членов комиссии. Вот. И желаю вам удачи. Я уверена, что у вас все получится. Спасибо огромное, девушки, за такие слова прекрасные, напутствие, за рекомендации. И надеюсь, что, уважаемые клиенты, что мы с вами встретимся. 18 июля у нас будет еще один вебинар. Давайте конкретные вопросы по, соответственно, вашим документам. И верьте в себя. Это, мне кажется, самое важное. Если у вас есть мотивация, вера в себя, то, мне кажется, это половина дела. Бумажки собрать – это такое нехитрое упражнение. И хочу заметить, что есть две стратегии. Заранее, как вот как раз часть участников продемонстрировала, что заранее, очень долго и скрупулезно, а можно за месяц и тоже поступить на бюджет. То есть по-разному бывает, поэтому не нужно себя приговаривать, что если вдруг у вас еще ничего не собрано, что значит, у вас нет шансов. Абсолютно не так. Вот. Поэтому все в ваших руках. Удачи, всего доброго. И, надеюсь, увидимся на вебинаре в ближайшем, в июле и у живой аудитории. Девушки, спасибо вам. Удачи, хорошего лета. Надеюсь, что вам удастся отдохнуть все-таки. До свидания. Все, спасибо. Всем удачи. До свидания. Спасибо вам за участие. Уважаемые витриенты, тоже спасибо за участие. До встречи. Всего доброго. Приятно будет пообщаться. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok